Пространство смыслов и практика искусства — это лаборатория воображения, которая открывает потенциал для того, чтобы освободить наше сознание от навязанных шаблонов и получить новые представления о мире. Это сила, которая даёт нам фундамент для исследования нашей памяти и представления новых миров будущего. Меня зовут Анбар Муслепов, я художник и куратор. У нас нет ни одного кейса, скажем так, казахстанского Соляриса или казахстанской Дюны, Ваканды и так далее. Это говорит о том, что у нас всё ещё отсутствует воображение о будущем. Мы существуем в парадигме того, что нам предлагается западной культурой, мейнстримом. То есть мы представляем себе будущее через нарративы и образы голливудских фильмов и каких-то других шаблонов, скажем, американского sci-fi 70-х, то есть американской научной фантастики 70-х, что очень часто не отзывается с нашей локальной точки зрения, не клеится и не ложится на наши реалии, на нашу культуру, на то, как мы чувствуем мир. Поэтому я подумал, что достаточно интересная, может быть, идея о том, как мы можем представить себе локальную волну футуристических фильмов, фильмов про будущее. Мне показалось, что очень много, в том числе, да, моментов в нашей культуре резонирует и с темой научной фантастики. Здесь просто вопрос того, как мы относимся к научной фантастике. Как мне кажется, научная фантастика — это не только про какие-то военные корабли и исключительно про высокотехнологичные лаборатории и так далее. Научная фантастика может быть разной. Ну, здесь, наверное, диктует сама, скажем, история искусств и рамка искусств. То есть мы в искусстве всегда стараемся найти что-то новое. Но я бы не сказал, что я первый, кто занимается такими темами. И в Казахстане достаточно много художников из старшего поколения, которые также занимались и новыми медиа, и видеоинсталляциями. Просто у нас нет институций, которые аккумулируют все эти практики. Поэтому эти практики часто оказываются за границами внимания большой аудитории. Они происходят на территории каких-то, скажем, андеграундных выставок, андеграундных концертов и так далее. Но при большом желании, то есть покопавшись в архивах, поисследовав, сделав большой ресерч, можно найти очень много интересных экземпляров и в отношении видеоарта, и в отношении интерактивных инсталляций, звукового искусства и всего того, что связано с новыми медиа. И в том числе с темой футуризма. И с каждой новой темой, которая кажется нам, что она новая, на самом деле и в Казахстане можно найти достаточно много. Основная структура, она заключается в идее о побеге от смерти. То есть это как бы эскапизм от смерти. И в первую очередь это, конечно, связано с легендой о Куркете. Если говорить не непосредственно про отражение мифа или иллюстрирование мифа, а про, так скажем, эссенцию этой мифологии, саму структуру, основную идею, сущность, одну из сущностей, смысл. Вот здесь я также как бы обратился к такой форме, что персонажи, они пытаются буквально сбежать от смерти, так же, как и легенда о Куркете. Они стремятся найти место, где они смогут спастись, пещеру, где играет Куркет. Но для них это всего лишь легенда, связанная с их детством. В колыбели каждое поколение слышало о том, что существует некая пещера, где уже эти монстры, то есть албасты, они как бы никогда не достигнут этой пещеры, где можно спастись, где можно сохраниться. И они стремятся найти ее, но не знают до конца, куда идти, и не знают до конца, существует она или нет. Искусство, и в частности современное искусство, это не какое-то отдельное направление, и это не субкультура, как ее часто воспринимают, это продолжение истории искусства. То есть если мы представим себе историю искусства линейно, как она шла, скажем, с эпохи Ренессанса до нашего времени, через модернизм, искусство — это один из... Современное искусство — это один из этих исторических слоев, в котором мы сейчас находимся. Вполне возможно, что завтра будет какое-то новое определение, будет новый термин. На данный момент они уже существуют в экспериментальном режиме, термины, которые предлагаются после современного искусства, но они еще не устоялись. То есть нельзя сказать, что это какое-то отдельное направление, что у нас есть, скажем так, классическое искусство, есть современное. Конечно, есть традиционные формы искусства, то есть живопись, скульптура, есть экспериментальные формы. Но так или иначе, мы находимся в одной парадигме, и в одном поле мы просто работаем с разными подходами. И живопись может быть современной, и скульптура может быть современной, и даже видеоарт может иметь какие-то архаичные формы. В отношении того, должно ли быть искусство массовым, конечно, должно, потому что искусство повышает наш уровень образования, оно дает нам новые горизонты восприятия, отношения к жизни, оно дает нам понимание этических вопросов и многих других. Я верю, что есть определенный язык у казахстанского искусства, есть определенное чувство цвета, чувство формы, не только тема, не только, скажем, что мы пишем живопись с жалял, допустим, с юртами на жалял, и значит, это казахская. Есть некий дух нашего локального искусства, который находится за границами таких очевидных иллюстративных примеров, где мы сразу понимаем, что если это орнамент, то это казахская, если это, допустим, лошадь, то это казахская, то есть некий, возможно, цвет, работа с формой, работа с композицией. Есть вещи, которые гораздо более тонкие, где даже если люди не стараются иллюстрировать некий казахский сюжет, все равно в этой живописи есть наш дух. Творчество, безусловно, про новизну, про новейшие подходы, про открытия. Любая форма искусства, как и, в принципе, знания в целом, не только искусства, ну и, допустим, науки, это интеллектуальная традиция. Поэтому для того, чтобы совершить что-то новое, нам всегда необходимо изучать эту интеллектуальную традицию. Современное искусство, оно тоже в какой-то форме достаточно традиционно, потому что оно всегда ведет нас по цепочке идей. Оно ведет нас через наше время, через десятилетия, потом оно ведет нас к середине 20 века и так далее. И раскручивая эту цепочку идей, мы понимаем логику выстраивания того, как мы пришли сегодня именно к этой идее. Мы не можем сказать, что отказываясь от всего, скажем, этого исторического бэкграунда, мы сейчас просто берем и предлагаем что-то свое, чего не существовало в мире. Потому что наверняка это существовало. Это то, что мы называем как бы наивный подход, наивное представление о том, что художник или куратор, или любое другое лицо утверждает о некой абсолютной новизне, при этом не понимая глубоко того, что происходило в искусстве, в мировом искусстве, я имею в виду всегда, до него. Поэтому интеллектуальная традиция, она важна, конечно. Продолжение следует...